Всем привет, мои дорогие! С вами Маша. И сегодня мы обсудим последние, самые свежие новости. Поговорим о том, что происходит сейчас в Москве. Говорю я это, и вы знаете, мне уже просто смешно такое ощущение дежавю. И я не думала, что нам вновь придётся возвращаться к этой теме и заново всё это переживать, но что имеем, то имеем. Потому что за последние несколько дней цифры по короне резко поползли вверх. И сегодня, сегодня у нас 12 июня, по официальным данным, за сутки было зафиксировано около 7 тысяч заболевших в Москве. 6-700 с небольшим. И сегодня же мы узнаём о том, что нас ждёт очередной локдаун. Вся следующая неделя до 20 июня объявлена нерабочей. Также вводятся определённые ограничения. Вот вы знаете, говорю это и до конца. Правда, в это не верю. Потому что это кажется чем-то таким, вот знаете, из области фантастики. Очень неожиданный поворот. Но это правда. Когда я сегодня утром открыла интернет и увидела заголовок, мне показалось, что это какая-то старая информация. И потом я стала считать, и чёрным по белому было написано, что до 20 июня в Москве вводится локдаун. Итак, какие нас ждут в ближайшее время ограничения? Но это всё пока предварительно, потому что только в конце следующей недели будет ясно, насколько этот локдаун сработал, какие будут показатели. И исходя из этого, нам уже объявят, что нас ожидает дальше. Итак, в этот период не будут работать фудкорты в ТЦ, а обслуживание в кафе и ресторанах по ночам ограничат. В парках на природных и на природных территориях закроют аттракционы и сбор площадки. Дальше сотрудников отправят на удалёнку не менее 30%. Помимо этого, с 13 по 20 июня в Москве приостановят работу детских игровых комнат и фудкортов в ТЦ, но мы об этом только что сказали, и аналогичных организациях, а также посещение зоопарков. А в эти дни в ночное время с 23.00 до 6.00 будет запрещено обслуживание посетителей в предприятиях общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки в ночных клубах, барах, на дискотеках и караоке. Всё, прощай, ночная жизнь. А я люблю тусоваться по ночам. Всё, до 11. Позже только, если на диване, либо на лавочке, на диване дома имеется в виду, либо на лавочке в парке, ну, либо в машине. Дальше. Дальше. В столичных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять, заявил Собянин. И вот тут у меня возникает вопрос, а как же кафешки и рестораны на территориях парков? В Москве же очень много всяких кафешек, ресторанов в парках, но с верандами, само собой. И сейчас лето, погода налаживается. Вот сегодня она стала налаживаться. Может быть, ещё несколько дней будут у нас местами, временами дожди, но потом уже будет тепло и солнце. И как же так? Странно, вот об этом ничего не сказано, но по логике, если до 11 всё работает, наверное, это будет открыто или как, в общем, непонятно. Также. Следующее. Он призвал москвичей старшего поколения на этот период воздержаться от поездок и остаться либо дома, либо уехать на дачу. То же самое относится к людям из группы риска, ну, у кого имеются хронические заболевания. Вот. Так, 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 вроде это вся информация. При этом буквально накануне говорили, что никаких локдаунов вводить не собираются. Но сегодня локдаун ввели. Так что в ближайшую неделю нас ждут ограничения, особенно не разгуляешься. И да, ещё вот я не поняла, об этом тоже ничего не было сказано, будут ли работать салоны красоты, скажем, театры, будут ли концерты, что ещё, ещё какие-то, да, там, общественные мероприятия. То есть вот как бы об этом пока никто ничего не говорит. Но, судя по всему, судя по всему, наверное, нет. Или да, или как. В общем, как бы вопрос открытый. Понятно, что ничего не понятно. И самое главное, непонятно, что будет дальше. Как вообще это всё будет работать и что будет после 20-го числа. Как вообще будут ли послабления или наоборот, ещё хуже всё будет и ведут пропускную систему, как это было прошлой осенью. Ой, весной, точнее. Да, в общем, ясно, что ничего не ясно в очередной раз. Полтора года мы живём в таком режиме. Хотя нам, по большому счёту, грех жаловаться, потому что до сегодняшнего дня, то есть ровно год с середины июня прошлого года и по нынешний день мы, можно сказать, жили свободно. По сравнению, допустим, с людьми из других стран, где постоянно вводили локдауны, то что-то послабляли, то опять какие-то вводили жёсткие ограничения. И все говорили, что в Москве всё классно, вы живёте свободно, у вас всё замечательно. Но вот, как говорится, и мы тоже приехали. Вот. Так что, вы знаете, я даже не знаю, как это комментировать. Мне, с одной стороны, реально смешно, с другой стороны, у меня уже не хватает приличных слов. И, как сказал сегодня один мой друг, везёт младенцам и слабоумным, потому что они ничего не понимают. Я стала смотреть цифры по другим странам, в частности, удивилась тому, что происходит в Англии и Великобритании, потому что, ну, у них было всё очень жёстко. У них огромное количество людей переболело, и очень многим сделали прививки. И в какой-то момент, когда у них уже начались ослабления, у них цифры на всю страну, ну, страна, понятное дело, небольшая, но, тем не менее, опустилась до тысячи с небольшим. Там было где-то тысячи сто, тысячи триста, вот в пределах вот этой цифры, этих цифр. И смотрю, сегодня уже шесть тысяч плюс на всю страну. Дальше посмотрела Италию, там всё нормально, Испанию посмотрела, Грецию тоже более-менее цифры нормальные. Также посмотрела Турцию, ведь в Турции вот в марте, да, вот когда мы вернулись после этого, тоже пошёл рост, и цифры достигали 50, нет, 60 тысяч плюс, около 70 тысяч, по-моему, даже там доходило. Сейчас около шести, то есть вот всё упало. Но это логично, да, как бы идёт рост, 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 потом всё идёт на спад, и вот такая вот циркуляция, да, вот этого вируса в природе. Вот, так что понятное дело, что у нас тоже, конечно же, будет всё расти, потом уже постепенно всё пойдёт на нет. Но когда это будет непонятно, судя по всему, июнь и июль, нам придётся жить вот в таком режиме, летом, когда единственное время в Москве, когда можно хотя бы чем-нибудь погулять, получить витамин D, пусть в рамках города, но тем не менее. И если у нас не будет этой возможности, то я даже не представляю, что это будет, потому что, ну вот, самый лучший период в Москве – это лето, когда, ну пусть дождливо иногда местами, но тепло, и можно ходить, гулять, дышать воздухом и так далее. И все этого очень ждали, и если нас этого лишат, то я просто даже вот, ну, не представляю, что это будет. Так что такие пока новости, мои дорогие. Даже не знаю, что сказать. Ну, мне кажется, тут только остаётся разводить руками, и всё. Потому что чем больше проходит времени, тем лучше понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И, казалось бы, уже прошло полтора года. Мы много видели, много информации узнали, да, какой-то. И всё равно вот проходит время, и ты понимаешь, что всё это не работает. Абсолютно нет никакой логики в этой истории. И самое главное, что вот это вот подвешенное состояние, оно продолжается, продолжается и продолжается. И если, допустим, вчера можно было строить какие-то планы на лето, опять же-таки вот в рамках Москвы, потому что уехать никуда невозможно. Есть три страны, куда можно уехать. Как раз-таки вчера я об этом говорила. Но теперь получается, что и в рамках Москвы тоже никаких планов строить невозможно, потому что сегодня пока да, мы можем гулять в парках, но что будет завтра, мы не знаем. Вот. Поэтому... Поэтому просто остаётся разводить руками, сидеть и наблюдать. Но самое страшное, что вот все меры, которые были приняты за эти полтора года, они не работают. Это самое главное, это самое страшное, это пугающее. И это, ну, лишний раз говорит о том, что мы попали в какую-то просто фантастическую, невероятную ситуацию, из которой выхода просто нет. Вот нет света в конце, понимаете? Вот, ну, реально его нет. Потому что возникают новые, 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 новые штаммы, вирус мутирует, и против него нет ничего. Да, никакого противоядия. Вот тоже я читала сегодня статьи о том, что он мутирует и просто вот разводит руками, и лечение, которое, скажем, работало там полгода назад или год назад против тех штаммов, оно тут уже не работает, и разводят руками все. Вот. Так что поживём, увидим, мои дорогие. На этом тогда, пожалуй, всё. Такое получилось коротенькое видео, рассказала вам последние новости. И поживём, увидим, будем наблюдать, что будет дальше. Пишите, пожалуйста, как у вас, в ваших странах, кто откуда меня смотрит, какие у вас новости, какая у вас ситуация. Но я так понимаю, что у нас сейчас, наверное, уже хуже всех, потому что как-то вот в других странах всё-таки получше на данный момент всё. Вот. Но в любом случае не теряем оптимизма, чувство юмора, потому что по-другому просто невозможно. Желаю вам всем, мои дорогие, несмотря ни на что, отличного настроения, удачного дня, идём дальше, обязательно прорвёмся. И, конечно же, до скорой встречи. Я надеюсь, что, возможно, будут какие-то позитивные новости. Но если нет, мы сами будем создавать себе позитив. Всё. Целую вас, обнимаю. До скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!